Здравствуйте! В эфире Омск ТВ интервью. Не так давно стало известно, что среди жителей нашей области заболеваемость раком за год выросла на 12 с лишним процентов. Подавляющее большинство новых пациентов с этим диагнозом – люди старше 60 лет. Онкология – большая тема для беседы, которую трудно охватить одной программой. Поэтому сегодня мы остановимся на мужском здоровье. Наш гость Евгений Копыльцов, заведующий отделением онкоурологии клинического онкологического диспансера, кандидат медицинских наук. Здравствуйте! Анатолий, добрый день! Я бы для начала хотел такую теорию опровергнуть или, может быть, подтвердить страшную. Рак, говорят, во-первых, молодеет, и во-вторых, он становится реально все более и более распространенным. Так ли это на самом деле? Ну, надо сказать, что основная причина развития онкологии, скорее всего, это старение населения. И, в принципе, если в молодом возрасте есть факторы, которые сдерживают развитие опухоли, это иммунная система, то с промежутком времени, когда есть факторы, воздействующиеся к окружающей среде, генетически предрасположенность, какие-то перенесенные заболевания, они приводят к тому, что онкология увеличивается. Это происходит и в мире, и в России, и в Омской области. Она неуклонно растет. Но самое главное, растет здесь, можно сказать, заболеваемость. И с какой-то стороны это даже очень хорошо. Потому что это связано с тем, что диагностируются эти опухоли в большей степени начальной стадии. И это приводит к тому, что, в принципе, увеличивается пятилетняя выжимаясь, одногодичная летальность снижается. И надо сказать, из основных факторов, почему онкология растет, это с тем, что развивается диагностическая база. То есть вы понимаете, что сейчас много появилось компьютерных томографов, МРТ, установок, УЗИ аппаратов, которые позволяют находить опухоль на начальной стадии. В этой ситуации, когда еще опухоль себя никак не проявляет. Это, скорее всего, один из факторов. Второй – это старение населения. Мы понимаем, что с возрастом раньше, как бы, вот когда я даже начинал работать, надо сказать, что человек, достигший 60 лет, уже, как бы, когда обсуждался вопрос о хирургическом лечении, ему в лечении отказывали. Потому что по возрасту, по случающим болезням лечение не проводилось. В настоящее время паспортный возраст не является основополагающим для того, чтобы принять решение в плане лечения. И сейчас, вот, если у нас категория старших возрастных пациентов, и самой, вот, у меня пациентка была два года назад, 96 лет. Ну, кто мог сказать, что в 96 лет можно сделать операцию? Пациентке прошла удачная операция, ее выписали. И, в принципе, вот, по статистике, она до сих пор живая. Третий фактор, который позволяет, как бы, развить, почему развивается онкология, это развитие всех методов лечения. То есть основным методом лечения, конечно, является хирургия, но применение лучевой терапии, химиотерапии, то есть позволяет вылечить пациентов даже в запущенных стадиях. И они, как бы, увеличивают пул онкологических больных. Надо сказать, что у некоторых пациентов опухоль может появляться, как бы, не один раз. То есть есть даже понятие, как бы, синхронной опухоли, которая появляется в одном моменте, метахрона через какой-то промежуток времени. И даже, можно сказать, даже уже какая-то раковая болезнь. У нас были пациенты, у которых диагностировалось до 4 опухолей. И эти пациенты живут. Поэтому, в принципе, если суммировать все эти факторы, мы видим, что больных онкологически много. Но это не трагедия. Это, наоборот, эти пациенты живут, и они, как бы, работоспособны. И это очень приятно осознавать. Ну, вот резюмировали один вопрос. А все-таки по поводу того, что рак молодеет. Это правда так? Или просто тоже стали больше выявлять? Ну, по статистике, именно основополагающая категория пациентов, которые попадают в статистику, это старше 50 лет. То есть молодых пациентов немного. Это отдельная нозология. И даже надо сказать, у нас в свое время в диспансере было отделение детской онкологии. И пациентов лежало, конечно, больше, чем сейчас. Эти сейчас штучные пациенты. И, в принципе, они не создают такую угрозу для того, чтобы этих пациентов очень дальше будет много. Давайте поговорим о предпосылках к заболеванию. То есть что может вообще повлиять и повысить риск заболевания? Особенно у мужчин. Может быть, нагрузки высокие, неправильный образ жизни. Вот вы как специалист, что бы привели в пример? Ну, надо сказать, над этим работают многие институты, чтобы определить причину развития рака. И до сих пор причина рака не ясна. Одностополагающая, как я сказал, это генетическая предрасположенность. То есть есть как бы семейные раки. Есть у пациента, если, например, в семье у отца был рак, у брата. То есть развитие рака пристатин железы, она в разы увеличивается. Конечно, этим пациентам надо почаще обращаться к медицинской помощи. Также надо сказать на питание. То есть мы сейчас видим, что питание, оно очень необычно. Генетически модифицированных продуктов очень много. Жареного. То есть употребление алкоголя. То есть табакокурение, оно приводит к развитию рака легкого. То есть также ионизирующее излучение. Мы все помним, что когда была чернобыльская трагедия, то есть после этого очень много появилось рака щитовидной железы, рака кожи. То есть вирусная этиология рака тоже, она не исключается. То есть, например, есть вирус папиллома человека, который является предрасполагающим для развития рака шейки матки. Поэтому, в принципе, причина неясна. Но мы должны понимать, что факторов, воздействующих на человека, очень много. Вот я слышал даже такую версию, что вот то, что телефонов и компьютеров вокруг очень много, тоже может повлиять. Я даже в эту теорию верил и боялся, потому что телефоны мобильным пользуюсь очень давно. И была эпоха, когда они еще только тестировали, но мы были телефоны. И, конечно, не такая защищенность была у этих телефонов. И литературу мы прибирали. То есть здесь как бы есть такая теория, но пока она на практике не подвержена. То есть есть международные исследования, которые проводятся в этом плане. Потому что чаще всего, если думать, это о раке головного мозга. А вот у мужчин чаще всего что встречается? Какие проблемы? Ну, основное на первом месте – это рак легкого, рак предстательной железы. И как-то можно, я не знаю, профилактикой какой-то заниматься, чтобы снизить риск, да? И как-то немножечко аневрировать вот эти факторы, которые рискуют привести к онкологии. Ну, я уже повторюсь это, потому что основное – это чем можно предотвратить развитие онкологии. Это, конечно, здоровый образ жизни. Здесь мы и говорим о том, что исключить курение, употребление чрезмерного алкоголя. То есть занятия спортом, свежий воздух, покой. И в этой ситуации, как бы можно сказать, еще и самодисциплина. То есть есть опухоли такие, которые, в принципе, они наружная локализация. Человек должен на них обратить внимание, но он не уделяет внимания и приходит в запущенной стадии. Вот два дня назад сидел на консилии, пришел молодой человек, ну, не молодой, а взрослый мужчина, у которого имелась опухоль наружных половых органов с метастазами крупными, с кулак в паховых лимфоузлах, и человек не обращает внимания. Ну, вот одна из причин. То есть нет самоуважения к самому организму. И здесь, как бы, конечно, удивляйся, почему так. Ну, вообще, у мужчин есть такая не очень хорошая черта. Они часто либо стыдятся к врачу идти, либо говорят о том, что, ну, авось само рассосется. Но оно ведь само, я так понимаю, не рассосется. Нет для этого никогда вариантов. Не то, что не рассосется. Как бы, если посмотреть, как бы, на историю, как бы, формирования, как бы, помощи мужчинам и женщинам, то есть, как бы, в принципе, мы должны сказать, что женщинам в какой-то степени больше повезло. То есть девочка родилась, у нее детский гинеколог, она стала женщиной, появилась женская консультация, потом хочет стать матерью, появился роддом, женские консультации, больницы. То есть она позволяет уделить внимание, и они не остаются без внимания. В этой ситуации мужчины, можно сказать, в какой-то степени обделены вниманием. И в этой ситуации, когда у нас была вот программа мужского здоровья, мы именно акцентировали внимание на то, чтобы обратить внимание, что есть, как бы, самообследование, то есть есть маркеры, которые позволяют найти опухоль на начальной стадии. И в этой ситуации одним из факторов, это было пальцевое исследование, трансрукторальное обследование предстательной железы. То, что касается городского населения, здесь, конечно, может быть и попроще. А вот мы живем в Сибири, и здесь население половины городского, половины сельского. И в этой ситуации мужчине в селе, там, в деревне где-то, обратиться и найти уролога, который смог бы посмотреть и интерпретировать его данные, и, конечно, было сложно. И в этой ситуации мы, конечно, общались с онкологами на местах, донести эту информацию до мужчин, и, в принципе, это имело свое место. Ну, смотрите, есть ведь такой луч света, да, в темном царстве, как в диспансеризации. И, по идее, она тоже помогает выявлять, ну, многие заболевания на ранних стадиях. В плане онкологии это тоже так? Ну, надо сказать, что онкоосмотр в рамках диспансеризации – это одно из звеньев. То есть диспансеризация, она подразумевает много. То есть и осмотр, и флюорография, как бы забор анализов. Онкоосмотр, здесь надо обратить внимание, то, что я вам хотел сказать, это, конечно, осмотр пациента и интерпретировать все эти изменения, которые у него происходят. То есть иногда сейчас у нас есть опухоли, например, ротоглотки на полости рта. 60-70% запущены раки. 60-70% – это, конечно, трагедия для человека. Тем более, надо сказать, что есть категория опухоль, например, рак губы. Раньше эта опухоль вообще встречалась только у мужчин. И основная причина была курение. Сейчас ситуация поменялась. 50% – это женщины. И опять надо акцентировать внимание. Это один из факторов, мне было приятное – это курение. То есть и в этой ситуации мы должны эти опухоли находить, видеть. То есть они замалчиваются, человек не может обратить внимание. То есть есть рак кожи. То есть одна из частых патологий – рак кожи. То есть мы видим, что у каждого, конечно, этих опухолей, там, родинок, там, атеромчиков, фибромчиков очень много. Но интерпретировать каждую опухоль какая-то, злокачественная, злокачественная, сложно. Поэтому в этой ситуации, конечно, и подспоришь, что дерматологов, косметологов очень много. То есть все занимаются сейчас ультрафиолетовыми соляриями, то есть облучением. И это тоже как бы имеет значение. Все хотят на юг съездить, как бы облучаться. Но, видите, от этого есть польза и с какой-то степенью, скорее всего, еще и вред. А какие-то анализы в плане онкологии люди сдают на диспансеризации? Ну, вот в плане онкологических заболеваний нам, онкологам, повезло, что есть такой маркер. Это маркер рака предстательной железы, ПСА. Это гликопротеин, который вырабатывается предстательной железой. И, в принципе, он как бы и в норме есть. Это при заболеваниях, как бы, простатитах, аденомии предстательной железы. Но увеличение запредельных, это больше 4 нанограмм, там, до 10, это предвестник злокачественных опухолей в предстательной железе. И, в принципе, надо сказать, что в 2010 году была запущена губернаторская программа мужское здоровье в Омской области. И одним из факторов для того, чтобы найти начальную стадию опухоли, это было определение ПСА. И эта программа работала, то есть в Омской области где-то мужчин старше 50 лет, где-то 240 тысяч, они все были практически в первые годы осмотрены. И это позволило в разы увеличить раннюю диагностику рака предстательной железы. То есть опухоли в первой стадии были в начальном этапе где-то 40%. Через 2 года она уже, статистика, поменялась до 70% в начальной стадии. Уменьшилась запущенная опухоль. И в конечном итоге эта программа показала, что 5-летняя выживаемость увеличилась в разы, в 2 раза, и уменьшилась догонечная летальность. То есть вот один из маркеров. Такой же маркер у женщин есть, это определение цитологии шейки матки. То есть колоректальный рак, определение маркера на скрытую кровь. Гастропанель, определение изменений в анализах крови, когда есть подозрения на рак желудка. То есть такие маркеры есть, но ими надо пользоваться своевременно и находить, объяснять причину и отправлять к специалистам. Но это вещи совсем скрытые, да? Понятно, что если ты увидел опухоль у себя на коже, например, ты пойдешь к врачу. Если ты чувствуешь, что что-то не так с твоим здоровьем, но нет результатов анализов, как можно понять, может быть, на что-то внимание обратить в своем самочувствии, чтобы понять, что, в общем-то, уже серьезная проблема, и есть смысл идти к врачу? Ну, самый такой фактор, конечно, это похудание. Все понимают. Некоторые это патологическое похудание, более-менее, когда человек хочет просто похудеть. А есть просто беспричинное снижение массы тела. Также беспричинный кашель, то есть кровохарканьем, осиплость голоса, то есть беспричинная температура, то есть изменение цвета кожных покровов, то есть синючность или желтушность появилась, то есть кровенистые выделения, то есть появление крови в калии, то есть затрудненное мочеиспускание, кровь в моче. То есть все эти факторы суммированы, или даже беспричинные боли. У человека появились боли, то есть идет к нейропатологу, лечится нейропатолог, а в конечном итоге определяется, что у него есть множество метастазов за ночью. То есть надо каждую причину объяснить. И объяснить должен специалист. Человек должен в свое время обратиться к терапевту, к хирургу, провести консультацию, сдать анализ крови, посмотреть, есть увеличена соя. Есть определенные показатели, не только маркеры, которые я говорил, а просто изменение в анализе крови, снижение гемоглобина, есть где-то кровотечение. Повышена соя, объяснять причину. И в этой ситуации, конечно, мы можем найти опухоль в начальной стадии. Предположим, у пациента страшный диагноз все-таки подтвердился. Что делать дальше? Какое дальнейшее его действие? Ну, надо сказать, что диагноз как подтверждается? Основной фактор, подтверждающий диагноз, это морфологическое подтверждение. Без морфологии диагноза нет. Мы часто встречаемся, ну и вы, наверное, представляете, что сделали гастроскопию и нашли язву. То есть сделали биопсию. Если это язва, пациент идет к гастроэнтерологу. Если у пациента подвижился рак, пациент идет к онкологу по месту жительства. Тот делает комплекс обследований, который позволяет пациенту попасть в онкодиспансер. Это анализ крови, кардиограмма, флюорография. Пациент идет в онкодиспансер, встречается с онкологом, определяется дополнительный спектр обследований, то есть компьютерно-томография, МРТ. Самое главное, надо сказать, что сейчас есть программа социальной поддержки для пациентов, у которых есть подозрения на злокачественное образование, которое позволяет делать исследования в онкодиспансере. Но для этого самое главное, нужно, чтобы направление было с места. То есть если есть направление, пациент делает бесплатно, у нас это обследование. В последующем пациент обсуждается в консилиуме, принимается решение, выполняется хирургическое лечение, и в последующем пациент попадает в диспансерную группу. Вот такой план. И финальный вопрос, он, наверное, не очень корректный с точки зрения специалиста, медика, но людям, далеким от медицины, стоит все-таки объяснить. Вот говорят, рак желудка, рак почек, рак простаты и так далее. Все-таки что под этим подразумевается, как развивается болезнь, и, в общем, как этот процесс идет? Ну, мы все знаем слово «рак», и самое главное, что этот термин потихонечку уходит в историю. То есть как бы основополагающим является термин злокачественного образования. Так вот, отличие злокачественного образования от доброкачественного определяется тем, что злокачественная опухоль – это автономная клетка, которая как бы бесконтрольно начинает делиться. Начинает делиться бесконтрольно и превращается в опухоль. В этой ситуации, когда опухоль растет бесконтрольно, необходимо питание, необходимо поступление кислорода. В этот момент растет множество сосудов к этой опухоли, и в этой ситуации по этим сосудам может происходить метастазирование. Это еще один из факторов подтверждения, что это опухоль злокачественная. Также одно из отличий доброкачественного опухоли от злокачественной, что это имеет опухоль злокачественный интеллектративный рост. Она может прорастать в окружающей ткани. И в этой ситуации, если при доброкачественной опухоли можно удалить только опухоль, то есть это аденома предстательной железы, миома матки, орган остается, то при злокачественной опухоли приходится удалять полностью орган. Поэтому в этой ситуации, конечно, для того, чтобы помочь пациенту, самое главное – найти опухоль на начальной стадии, когда нет еще метастазов, то есть опухоль не проросла окружающей ткани, нет определенной симптоматики. И в этой ситуации, выполняя операцию, мы можем пациента радикально избавить от болезни. И вот в ситуации надо сказать, что, в принципе, я как хирург, конечно, приветствую хирургический метод лечения, но надо сказать, что потихонечку хирурги уже начинают обходить и лучевая терапия. В настоящее время, если в течение года мы где-то выполняем 120-130 радикальных простатоктомии, то лучевой метод лечения при локализованных опухолях выполняется где-то 300 пациентов, мужчин лечится. Если, например, лекарственная терапия, раньше пациенты, например, молодые, с раком яичка, то есть это в прошлом веке, если эти опухоли были метастатические, то пациенты 5 лет проживало 10% пациентов. То в настоящее время, когда появились, ну, это уже в то время появился препарат цисплатин, такой обычный, доступный препарат, то есть сейчас пациенты с метастатическим раком яичку живут 90%. То есть в разы поменялась статистика. Появился новый современный препарат для лечения рака предстательной железы, новые эстрогенные препараты. То есть таргетная терапия выходит, ну, как бы на лидирующие позиции, иммунная терапия. То есть таких методов лечения очень много. И в этой ситуации, конечно, именно в комплекс хирургии, лучевая терапия, лекарственная терапия позволяет пациентов лечить даже с запущенными опухолями. Поэтому вот я призываю всех жителей города Омска, Омской области своевременно проходить профосмотры, проходить скринингные программы, своевременно диагностировать опухоль. И, в принципе, не бояться этого диагноза. И от этого будут получать удовольствие не только они и мы. Потому что придет пациент вовремя, мы его пролечим, получим удовольствие. Спасибо большое за интервью. А я напомню, нашим гостем был заведующий отделением онкоурологии клинического онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Евгений Копыльцов. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok